На повестке дня 23-го очередного заседания Совета депутатов Ленинского городского округа значилось несколько важных пунктов. Сначала перед народными избранниками выступила заместитель главы администрации, начальник финансово-экономического управления Лариса Калмогорова с вопросом о поправках в бюджет муниципалитета. Проектом решения предлагается увеличить доходную часть 2021 года на сумму 98 млн 886,8 тысяч рублей. Считать уточненным бюджет по доходам на 2021 год в сумме 9 млрд 5 млн 75,7 тысяч рублей. По расходам 9 млрд 637 млн 488,4 тысяч рублей. С дефицитом 632 млн 412,7 тысяч рублей. Данный проект прошел экспертизу контрольно-счетной палаты. В рамках принятия поправок депутаты задали вопрос о стоимости реконструкции пешеходного моста на станции Расторгуева. Нами проработано три возможных варианта реконструкции данного моста. И эти эскизные проекты, они лежат у меня на столе, повторюсь. Те из ваших коллег, которые интересовались этим вопросом, могли посмотреть. Те предварительные предложения по стоимости этих работ, которые есть в службах Гаврилова, именно определили ту сумму, которая здесь указана. Стоит отметить, что все пункты повестки предварительно рассматриваются на заседаниях рабочих групп и профильных комиссий. Председатель Совета депутатов Станислав Радченко неоднократно напоминал своим коллегам об установленном регламенте работы. Но депутат по 29-му избирательному округу Павел Грудинин в очередной раз не принял во внимание этот момент. У нас несколько комиссий. Каждый депутат является членом определенной комиссии. Ни я, ни кто другие не являются членом комиссии в бюджетах, поэтому могут ходить, а могут и не ходить на эти заседания. Вы можете свое особое мнение зафиксировать на бумаге и приобщить к протоколу заседания соответствующего. Здесь есть только выступление в порядке в виде вопросов и ответов. Пожалуйста, соблюдайте регламент депутата 21 округа и участвуйте в комиссии. Также в рамках заседания совета состоялся отчет начальника ОМВД России по Ленинскому городскому округу Алексея Бадина по итогам работы за 2020 год. Основные усилия были направлены на стабилизацию оперативной обстановки, развитие позитивных тенденций, состояние криминальной ситуации на обслуживаемой территории и, безусловно, охрану общественного порядка, общественной безопасности. Поставленные задачи выполнены, несмотря на то, что с апреля прошлого года подразделения управления осуществляли свою деятельность в неблагоприятных условиях, вызванных пандемией COVID-19. В рейтинге оперативно-служебной деятельности 47 позиций за минувший год наш округ поднялся с 40-го на 21-е место. Депутатами была поставлена положительная оценка работы. «Налаживается достаточно хороший контакт с участковыми, благо сейчас есть такая возможность, немного есть послабление, и в ближайшее время депутаты будут совместно с участковыми проводить встречи на своих округах». Жители муниципалитета смогут задать свои вопросы по безопасности как депутатам, так и своим участковым. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.